и друзья любители живописи мы приветствуем вас в нашей мастерской квартире мы находимся сейчас в европе путешествуем разъезжаем туда-сюда собираем творческую информацию и передаем ее вам сегодня мы будем с вами изучать следующие шесть композиционных схем 13 14 15 16 17 18 вот и так мы дойдем до 36 и и прежде чем начать я хочу сегодня с огромным таком с огромной такой радостью в сердце поздравить вас всех с 16-летием образования галереи аурум вот это наша галерея ильичовых которая открылась в 2008 году в одессе и вот с тех пор шествует по миру с я считаю что с очень хорошим успехом потому что у нас очень много хороших студентов со всего мира и прям вот последний год пару лет прям эти студенты превращаются профессиональных художников вот и мы этому очень рады и такое знаете поднимается внутри торжественное состояние что все-таки недаром просто рисуем недаром мы просто вам рассказываем то как надо действовать на территории blade and socks art technologies и вот маленький такой рассказик откуда все пошло когда-то я на йоге было у хорошие такой нашей преподавательницы йоги лады валюк в одессе и мы сидели в какой-то асане я вдруг поворачиваю голову и на меня смотрит таблица менделеева и прям глаза мои уперлись в клеточку там где написано аргентум серебро и вот я сижу этот аргентум как будто все серебряное и я люблю рисовать серебряные натюрморты и дамочки у меня одеты всегда в серебряные платья я очень люблю серебро я прибегаю вечером домой вова паша и говорю паша сколько нам можно выставляться своими картинами в чужих галереях в москве в киеве в одессе в европе вот почему мы должны зависеть от каких-то других людей от галеристов давай откроем свою галерею тем более что у вовы был свой маленький ресторанчик в одессе в центре города и очень популярный и мы такие да мы откроем свою галерею и как мы ее назовем аргентум паша говорит нет мы ее назовем аурум золото только золото может лица с наших картин и в сердца наших студентов и наши студенты и делаются этими золотинками и мы у вовочки выпросили часть ресторанчика под галерею сделали там красивейший ремонт и притянули очень много творческих людей наших одесских художников украинских художников молдавских прибалтийских киевских всех нам приезжали концентрировались рядом с нами а управлял и действовал с нами такой замечательный человек как виктор хаматов он нам помог открыть эту галерею он нас поставил на профессиональные рельсы он научил павла и сергея действовать как профессиональных арт-менеджеров он научил художником художником действовать друг за другом не перебивая друг друга и не делая подножки друг другу то есть шли друг за другом выставки и арт-проекты в нашей галереи но настолько с такой любовью и с таким уважением ко всем кто участвовал там что даже наш архитектор мариинский он был инициатором всех начинаний вплоть до того что они притащили баркас с берегов черного моря поставили прямо в галереи на открытие там какой-то очередной морской выставки и мы сидели с наташей бузькой рисовали там маленькие пейзажики и прямо дарили всем кому мы считаем нужным коллекционером искусствоведом любимым художником любимым родственником вот так прям из-под кисти дарили картины в общем то все уходили очень довольные с маленькими подарочками и с тех пор вот так мы шествуем 16 лет и теперь это наша галерея стала международной аж дотянулась до канады и там тоже паша действует и мы с владимиром и со нашими студентами действуем в европе и вот хорошо что есть онлайн и мы можем вам спокойненько с любовью и с расстановкой доносить все те мысли которые нас сейчас тоже увлекают она сейчас увлекают композиционные схемы поэтому давайте попробуем продолжить следующая наша композиционная схема это левая сторона прошлое правая сторона будущее давайте запишем так и возьмем найдем где у нас где у нас номер тринадцать номер тринадцать наш вот он номер тринадцать и мы с вами берем и вы за мной зарисовывайте так что-то мне не нравится мне не нравится что сильно низко надо повыше поставить так вот пейзаж дельфта владимир написал мы были в дельфте недавно паша был у нас в гостях и мы были в дельфте катались на таком катерке среди старинных домов которые сохранились вот со времен вермира дельфского вот и посчитали мы нужным написать вот такую картину вид дельфта с набережной и вот две девочки сбежали с уроков на велосипедике сидят и разговаривают о любви а мы с вами вот так и пишем левая давайте 13 13 пишем левая сторона 100 прошлое а волочка пока нам показывает картину федотова анкор еще анкор левая сторона прошлое точка запятой правая будущее и вот посмотрите на картину федотова анкор еще анкор правда у него наоборот у него правая сторона это прошлое а левое будущее ну ничего страшного мы же с вами умеем в разные стороны рассматривать и что там у нас там у нас человек заставляет собачку прыгать через такой хлыстик так и собачка разбегается и бежит справа налево да у нас видно что происходит в прошлом она только что разбежалась и перепрыгнула и ушла в будущее то же самое мы можем сделать давайте вот у нас допустим есть вот такой холст да и если простыми словами разговаривать то допустим нам принесли чашечку кофе на чашечка кофе наполнено кофе да вот так вот рисуем что она наполнена кофе мы сейчас будем пить и с нами еще до кто-то будет пить да давайте еще одну чашечку кофе с нами друг лук или подружка будет пить давайте в другую сторону вот так и тоже кофе и еще еще какой-то ребенок хочет с нами горячий шоколад выпить да тоже все правильно стоит и маленькая чашечка да ну уже с горячим шоколадом ну и допустим ложечка так вот это являясь настоящим мягко переходит прошлое когда люди уже выпили да мама папа и ребенок выпили свои напитки оно мягко переходит в прошлое ой извините в будущее допустим здесь на этой стороне солнце да там где пьют чашечки и потом вдруг чашечка уже стала не нужна да и вот она становится таким профилем она уже опустошена от кофе и шоколада она уже не нужна и вот территория допустим когда свет переходит в тень допустим территория тени и здесь уже идет так допустим если уже чашечка не нужна значит она идет на поднос унос к человеку который уносит да и допустим давайте вот здесь остатки кофе вот так вот разлились да 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 вторая чашечка да уже как то она тоже уже не красиво стоит а как бы перевернулась и тоже да как бы подзапачкалась немножко кофейным напитком и даже и даже разлила на стол да допустим разлит где-то кофе на стол да это уже такое не приносят это уже после того как люди попили кофе с ними вот и происходит совсем другое да и какая-то падающая тень от них идет но она парадоксальная она белая она не черная а допустим ребенок а ребенок вообще взял и эту чашечку да допустим разбил да ну случайно разбил чашечку ну и она уже ему не нужна разбитая чашечка и тоже идет от нее какая-то падающая тень но она какая-то белая да это падающая тень вот а как же нам ее сделать белую парадоксальную ну давайте мы границу прошлого и будущего сделаем контрастную да вот допустим вот этот вот кусочек там где тень переходит в свет и свет переходит в тень мы сделаем тонально темную и в итоге мы делаем парадоксальную еще ситуацию когда предметы уже не нужны людям которые ими пользовались да предметы не нужны но они продолжают действовать эти предметы то есть их сейчас хозяйка уберет и отнесет на кухню ну чашечку разбитую выбросит а эти чашечки помоет и вот так вот закончится это кафе питье так вот ох и заодно мы заинтересуем людей что здесь происходило да и допустим ну давайте вот так еще тарелка пойдет да которая и и допустим а эта ложка вот так лежит тоже уже никому не нужна она валяется и как бы как протыкает а тарелки тоже как падающая тенька идет только она парадоксально белая видите падающие теньки не темные а белые да и вот так вот вот так вот мы играемся и получается что то мы фиксируем прошлое и будущее в одной картине так ну конечно здесь много места получилось надо паспортушку взять вот так и тогда мы обозначаем это действие хотим здесь тоже вот перебьем темненьким чтобы чтобы обозначить переход от прошлого к будущему ну вот запомните пожалуйста это действие левая сторона прошлое правое будущее или наоборот а можете сделать вверх будущее а низ прошлое да допустим внизу рисуете натюрморт или внизу нарисуете какой-то танец людей а туда дальше в горизонт они уже разошлись по домам и уже не танцуют да допустим одно действие переходит в другое но между ними должна быть какая-то пограничная территория так пошли дальше давайте что у нас следующее идет федотов анкор еще анкор находится третяковской галереи ион 35 на 46 небольшая работка но очень уютная и красивая следующее у нас будет это небесное окно очень хорошая такая философская идея как небесное окно и вот давайте мы сначала с вами поговорим Вовочка нам выставляет работу Леонардо да Винчи спасатель мира там где свет слева и сверху и мы очень любим это освещение потому что мы являемся учениками Леонардо да Винчи как он мыслил и нас учит так мыслить вот и мы понимаем что когда нам попадается какой-то холст да вот любой холст давайте возьмем холст какой-нибудь ну ладно давайте вот этот возьмем мы мы заходим в этот холст так как будто бы мы с вами наблюдатели того что происходит на земле да вот земля круглая мы знаем и на ней всегда что-то происходит но то что на ней происходит мы знаем что оно происходит или при восходе солнца или при зените солнца или 5 о'клок или вечер заход солнца да и вот мы всегда так действуем как будто бы мы наблюдаем за тем что происходит на земле вот с этими девочками да но им кто-то светит им светит солнце им светит воздух и мы поневоле себе говорим эти девочки будут освещены слева и сверху это типа между 11 и 12 часами да слева и сверху то есть вот отсюда этому научил нас Леонардо да Винчи потому что он нам говорил что если двойное освещение идет слева и сверху то мы значит и объем делаем слева направо и сверху вниз мы показываем объемность ну портрета или человека или предмета какого-то с двух сторон и он получается скульптурным этот предмет понимаете и вот мы себе так обозначили значит кто нам диктует вот этот луч небесное окно мы всегда представляем откуда идет свет или допустим мы себе говорим а мы хотим показать поздний вечер значит у нас свет будет справа и снизу да вот такой вот контражур будет будет отсюда идти мы себе представляем что солнце будет отсюда освещать поэтому мы такую стрелочку рисуем и естественно с этого небесного окна который внизу да солнце у нас идет освещение и этому освещению следуют все объемы всех предметов все освещения всех предметов цветовая гамма только подчинена одному лучу который идет снизу и справа в общем то небесное окно можно и нарисовать конечно давайте нарисуем сейчас посмотрим как оно выглядит у нас здесь 14 давайте нарисуем с вами небесное окно вот такой вы купили да альбомчик чтобы зарисовывать себе плакатики и мы сейчас с вами вы если действуете за мной у вас это отпечатается эти все правила как будто бы это ваше правило да вот действуйте за мной и и и вы не не пожалеете вы потом обязательно найдете свои любимые композиционные схемы и вот давайте пишем небесное окно это у нас какой номер это у нас 14 номер эх извините можно я вот так поставлю небесное окно 14 вот так представляете сколько у нас уже 14 есть знаний по композициям пишите вот так в кавычках небесное окно но почему мы дали портрет спасителя мира Иисуса в исполнении Леонардо потому что он там в руке держит шар да и он показывает что этот шар освещен слева и сверху так же как весь образ Иисуса вот оттуда нам светит и мы как будто бы тоже подглядываем как будто бы мы с неба подглядываем поэтому духовные люди которые верующие они на все смотрят с высоты птичьего полета с высоты полета самолета или с высоты бога понимаете и вот давайте нарисуем попробуем небесное окно вот допустим у нас вот такое окно да такое средневековое и допустим толщина стен идет потому что не было отопления было как это прохладненько в замках и вот такие вот толстые стены у нас у самих в Одессе очень толстые стены из ракушняка вот и мы знаем что такое толстая стена она греет зимой и охлаждает летом и вот давайте мы сразу раму нарисуем рама окна этого да ну как обычно да стекла же не были большие стекла были маленькие поэтому рамы делали это сейчас огромные стекла есть вот и что мы там нарисуем в окне что-то происходит давайте дерево где-то растет дерево старинное такое да которое еще дедушек прабабушек помнит да и которая допустим черешня старая черешня растет да и плодоносит и вот украшает вид из окна так дерево так и себе говорим а у нас здесь происходит убывающая ой знаете давайте не убывающую давайте возрастающую волну сделаем месяц все знают что месяц а ну давайте чтобы вы поняли что это почти ночь звездочки окно темное месяц и вот смотрите если месяц похож на букву Р русскую так то это месяц возрастающий и можно на этот месяц когда он виден на небе как бы и загадывать желание и начинать какие-то действия у вас будет все получаться а на убывающий месяц который в обратную сторону лучше ничего не загадывать поэтому вот у нас возрастающий месяц и у нас вот почему-то почему-то давайте думать почему сейчас придумаем спички спичечка так идет потом одна спичечка помните в переплетение игрались мы с вами леонардовские тоже одна спичечка так идет и она такая граненая спичечка да потом как-нибудь вот так пошла спичечка переплетаем ну почему спички ну давайте думать наверное потому что надо огонь разжечь да потом еще там переплетение какое-то пойдет вот так целая гора да спичечек серо там это да ну можно нарисовать толщинку конечно спичечек так потом какая-то вот сюда пошла короче вот такой вот набор интересных в разные стороны направленных прямоугольничков параллелограммов да спички это или что-то еще но лучше всего чтобы это было 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 что-то про что можно рассказать вот знаете рассыпались спички да допустим и все вот у нас месяц так если у нас месяц светит на 11 ну 11-12 да если это циферблат да то падающая тень у нас будет на 5 на пол шестого и вот она от спичек идет падающая тень по вот этому направлению давайте и вот опять мы не понимаем почему нам надо обобщить все вот это разнообразие направлений каким-то темным пятном мы это не понимаем но человеческий разум да ему надо чтобы было интересно ему надо чтобы соседствовали темные пятна с нежными как вам сказать полосочками тоненькими да или красные чтобы с зелеными серые чтобы с розовыми соседствовали то есть противоположности они друг друга поддерживают и делают интересным ту или иную ситуацию превращая ее в парадоксальную ну там допустим спичечки еще и пошли в сторону там где окно и тоже там у них небольшие падающие от них вот так идут так и кто еще у нас может пойти под это дело смотрите собственная тень на дереве может пойти немножко да переплет может пойти немножко в темноту толщинка окна может пойти немножко в темноту но композиционный центр будет незыблемый понимаете с этими спичечками а теперь еще глубже философскую идею глубже философскую идею из чего сделаны спички из дерева да и вот если они даже рассыпались никто нам никогда не запретит их собрать и ими поджечь допустим камин и согреться то есть мы обязательно должны себе рассказывать какую-то философскую идею что происходит и из небесного окна светить на эту философскую идею и падающие тени делать да по направлению этого света из небесного окна небесное окно с нами всегда чтобы вы не рисовали потому что нам все равно надо сделать свет на предмете и собственную и падающую тень все небесное окно есть пошли дальше это же про это про это все можно разговаривать как знаете в детском саду с детьми дети тоже все это понимают и вот в леонардовских играх которые кто еще не приобрел не научился мыслить как леонардо надо обязательно вот кто уже умеет рисовать а надо еще научиться мыслить надо приобрести курс леонардовские игры там мы тоже также играемся но как будто бы рядом находится Леонардо да Винчи и нам подсказывает пошли дальше пятнадцатое пятнадцатое это алитерация алитерация пластические повторы давайте еще нарисуем с вами берем листик и мы какую берем работу на алитерацию а ну Вовочка сейчас я тебе скажу пятнадцатая алитерация мы берем пластические повторы тулузла трека да сейчас Вова вам покажет нашего любимого тулузла трека который сидел в кафе французском да и рисовал все что проходит мимо его глаз танцуют Валентин с обжорой танцуют они проходят мимо него в различных позах он это все набрасывал набрасывал на салфетках на бумаге и потом он превращал это в большие плакаты которые которым аплодировал весь Париж и вся Франция и сейчас продолжается это шествие плакатов тулузла трека по всей Франции это стилеобразующие такие вещицы получились которые вышли из таких вот быстрых рисунков и вот мы сейчас с вами попробуем сделать аллитерацию так да немножко можно и взять и Ван Гога а можно и взять и тулузла трека Ван Гога мы можем взять подсолнухи он много раз рисовал подсолнухи а вот у тулузла трека мы можем взять рисунки танцующих в этом кафе там где он всегда проводил свое творческое время а мы с вами пластические повторы сейчас сделаем пишем аллитерация это знаете какой номер у нас сейчас вам скажу пятнадцатый два л началось И мы себе говорим. Мы очень любим гранатовый фрукт. И вот, давайте, он выглядит вот так, да, этот гранатовый фрукт. И у него такая есть корона, да. И вот мы себе знаем, что у него здесь есть свет, здесь есть тенечка такая, да. Мы только вот так его держим в руках, и он такой, знаете, шершавенький. Вот мы о нем знаем только, что он тяжелый. И мы не знаем еще его вкус, да. Потом мы начинаем с ним играться, мы начинаем его разламывать, его рассматривать с разных сторон. Да, корона это уже так идет, да. Где-то мы начинаем уже понимать, что внутри него находятся зернышки. Так, как они там воткнуты, да, друг к другу прижаты. Потом дальше мы идем. Дальше у нас следующий, да, там гранат, там половинка, да, там половинка. Вот здесь вот зернышки пошли. Мы уже знаем, что очень вкусные эти зерна. У них внутри там есть такие зернышки, внутри зерен, которые очень много приносят, ну, всяких минеральных веществ, хороших для организма. И вот мы разломали, и вот мы уже знаем о нем, что внутри него находится как будто бы, как будто бы дерево, да, вот во что воткнуты эти все, да. И вот мы смотрим, как они эти деревья, как это дерево, как оно располагается так, чтобы уложить эти все гранатинки, да еще и переложить их такими тоненькими пластиночками, чтобы они друг друга как бы не поразбивали. И мы уже смотрим, что есть территория красного, есть территория белого. Мы уже еще больше начинаем обозначать знания об этом фрукте, так. Мы знаем, что у него тоненькая кожечка, так. Мы знаем, что они присоединены, эти ягодки, друг к другу по ровной линии, так. И мы понимаем, что у нас есть ассоциация, допустим, с коммунальной квартирой, да. Вот вы жили в коммунальной квартире, и мы знаем, что соседи в коммунальных квартирах никогда не ссорятся, потому что поссориться с соседом – это себе во вред. А наоборот, в коммунальной квартире все дружили, за детками следили, молочко приносили друг другу, газетами менялись, да. Допустим, кто прочитал, давали другому прочитать, на велосипеде поездить давали, кушали все вместе, под гармошку, дни рождения справляли. Почему? Потому что сосед, который живет рядом, он живет в этой же территории, в этой же ауре, и там происходят одинаковые действия, которые действительно из небесного окна светят на эту коммунальную квартиру. И вот они, эти ягодки, граната, они уложены так, как будто бы они самые лучшие друзья. И вот сто процентов, что мы называем, что это семья. Правильно? Семья. И вот мы узнаем еще больше. А ведь это один и тот же плод. Просто мы алитерацией, пластическими повторами, а вдруг какой-то маленький плодик здесь есть, пластическими повторами мы рассказываем об этом фрукте все больше и больше и больше, а может быть где-то на горизонте еще и гранатовое дерево там немножко. Да, оно тоненькое, но гранаты тяжелые. Вот, я видала такое гранатовое дерево у нас на юге Украины. Вот. И вот, пожалуйста, мы можем спокойненько разговаривать об одном и том же фрукте, да, но углубляясь в эти знания. Не просто одинаково, да, повторите все. А у кого из известных художников есть алитерация, ну, наверное, Ван Гог подсолнухи, да, Вова? Ну, покажи, сколько он подсолнухов нарисовал. Ой-ой-ой, один Господь знает. И везде они у него разные. Почему? Он их собирал, когда шел со своих этюдов, он по три этюда в день делал. И он шел, собирал эти подсолнухи, приносил домой, и они по мере засыхания, они меняли форму, и он все время их рисовал, рисовал, рисовал. Они ему были лучшими друзьями, потому что он был художник-одиночка, и даже он не мог выдержать, даже когда к нему приехал Гоген, как бы стараясь вместе рисовать, тоже они как бы вошли в конфликт. Вот, скажем так, что Ван Гог, он был наедине с небесным окном. Небесное окно у нас сегодня важно. Так, пошли дальше. Давайте поменяем бумагу и начнем разговаривать с вами о следующем композиционном действии, которое будет называться «Чувство меры». Пишите себе «Чувство меры». Это шестнадцатое у нас, да? Шестнадцатое. «Чувство меры». И Вова нам открывает работу Рокотова-Струйская. Так, а мы с вами ищем нашу. Где наше чувство меры? Шестнадцатое. Шестнадцатое. Нет. Смотрите. Допустим, мы находимся где-то, путешествуем. И вдруг нам попадается, в аэропорту гуляем, ждем самолета. И вдруг нам попадается перед нашими глазами девушка неимоверной красоты. Вот вы сидите, да, обычно все люди, да, с какими-то недостаточками, да, кто-то красивый, кто-то чуть-чуть уродливый. И вдруг перед вами, ну, ангел. Что вам делать? Подбежать к этой девушке? Ой, давайте-ка я вас порисую, ой, дайте я вас пофотографирую. Нет. Вы берете эту девушку и себе говорите, вот на нее тоже нельзя же пялиться еще. Вы говорите себе, у нее длинные белые волосы, у нее ровный короткий носик, губки яркие бантиком и глаза опущены в пол, длинные ресницы и маленький белый воротничок. Вы себе такой штампик. Хоп. И что вы можете сделать, чтобы не смотреть на нее и как бы вы можете просто себе взять и в блокнотик и зарисовать. Давайте. Ну, допустим, да, там. Там, пучок волосы. Ну, я рисую свою. Так. Мало рисую и только то, что нужно. Длинная шея. Длинная шея, еремная. Да, там, допустим, покатые плечи, да. И, допустим, корсет, да. Я очень мало рисую этого штампа, который мне понравился. Леонардо да Винчи тоже это делал. Он выходил на улицу и, гуляя, он наблюдал. Ну, он, знаете, за кем охотился? Он охотился за уродцами, потому что ему приходилось рисовать всякие композиции очень серьезные. Там, где участвовали разные, в общем-то, человеческие образы. И вот ему, как она тому, очень нравилось рисовать уродцев. Но он же еще и участвовал в поиске красивых дамочек, так. И в итоге он их зарисовывал, зарисовывал. И в итоге Джоконда, да. И Джоконда, оказывается, и немножко и похожа на самого Леонардо. Потому что ближе человека, чем сам он художник, нету. Мы все равно все начинаем с разговора о себе, с автопортрета, с людей, которые чуть-чуть на нас похожи. И мы вот так вот действуем. Вот чувство меры. И давайте про Струйскую пару слов. Рокотов. Вовочка, уже можешь. Рокотов он Струйскую нарисовал с натуры. Но она была его подругой. И он знал о ее жизни. И вот что там у нее в жизни происходило. Она была очень благородная дама. Но муж у нее, ее как бы немножко прессовал и третировал. И у нее, ее глаза, как два тумана, полуулыбка, полуплач. Ее глаза, как два обмана, покрыты мглою неудач. То есть она не могла Рокотову позировать свою бравурную красоту, там, дамы света. Она приоткрыла ему свою грусть. И Рокотов, он не перечисляя, взял просто, полностью светом залил ее лицо. Даже светотень не делал. Даже не делал попытку анатомию сделать. Он ее настолько стилизовал и нарисовал самое важное. Вот это вот стихотворение, которое я прочитала. Что она стала символом женского образа, который живет в некой такой грусти. То есть это умная живопись. К чему мы вас и призываем. Так, пошли дальше. Следующее у нас это раскадровка предполагаемого сюжета. Любовное письмо. Сейчас попробуем. Что такое раскадровка предполагаемого сюжета? Допустим, у вас есть сюжет. Ну, Евгений Онегин, да? Написал Александр Сергеевич Пушкин. Это произведение. Ну, вам надо зарисовать, что произошло между двумя людьми. И как бы предоставить это, как художник предоставляет режиссеру, который должен снять фильм. И вы делаете раскадровку. Нам надо сделать ее очень сконцентрированно. У нас что там концентрация идет? Сначала она ему пишет письмо. Давайте сделаем раскадровку. Знаете какую? Квадраты. Давайте сделаем квадрат. Ой, чуть-чуть меньше. Вот так, наверное, будет. Значит, смотрите, квадрат, квадрат, квадрат. О, теперь нормально. Давайте, с чего все началось, так? Давайте рисуем, с чего все началось. Вот она. Да, тоже стилизуем, да, Татьяну, стилизуем. Письмо. Это главное, что произошло, да? Вначале же просто были Татьяна и Евгений, да, ничего такого, да, там он приехал дядюшку похоронить. И вдруг письмо такое получает. Вот письмецо, да, допустим, оно главное, да? Там рука ее, допустим, да, которая пишет это письмо, да? И штамп. Ну, я свой рисую, да, композиционный штамп. А мой композиционный штамп, вы знаете, это юбка широкая и корсет, так? И, а Евгений такой, знаете, ничего не подозревая, да, ну, у него котелок, да? Так, и он себе там ведет барский образ жизни, ничего не подозревая, что его ожидает, так? Рука, нога, там на танцульке ходит, карта играет. Вот Евгений, да? И вот зарождение сюжета. Она пишет письмо. Если бы она не написала письмо, то они бы так и дальше бы и разошлись, да? О, первый кадр очень важный, да? Что вот эта бумажка их соединила, их судьбы. Дальше что происходит? Ой, дай бог это нарисовать, сейчас нарисую. Значит, Татьяна, вот ее лицо. Она в такой, знаете, в легком таком недоумении, да? Что он прочитал письмо, вот она, да? Что он прочитал письмо, и вы помните, да, там по фильму, да, или вообще, вы посмотрели фильм с Ральфом Фальцем, Онегин? Посмотрите, пожалуйста. И он сначала хотел выбросить это письмо, хотел спалить его, да, но потом выхватил кусочки и все-таки оставил это письмо. И опять же, письмо главное, да, оно вывело из состояния покоя обоих, да, вот, ну, глазки не рисуем, так? И пошли опять ее платье, а он такой, знаете, обескураженный, тоже не знает, как поступить с девушкой, да? И вот он, как это, покажем, что его это, как это, ну, сломило, да? И вот он, как упал чуть-чуть, да, мы показываем, как он упал чуть-чуть, да, вот, воротничок там, вот, и он, знаете, так, о, упал, и вот так ножка его, да, он упал, и, возможно, где-то след его, да, на ее платье, как это, ну, понимаете, растоптал. Да, он, он ей отказал в любви, он сказал, что ему дороже его свобода, и вот он, да, вот его рука тоже, он вот так вроде как упал и держится за эти руки, и у нее у подножия, да, а она тоже такой рост, значит, дальше пошло, а письмо опять темненькое, видите? Письмо темненькое, оно главное, оно все делает. Так, пошли дальше, пошли дальше. Теперь наоборот, наоборот пошло. Он погулял по миру и смотрит, что вот эта любовь была для него драгоценной, а он её не может забыть. И он её встречает на балу и опять между ними чувство, которое было, оно опять вспыхивает. И вот опять вот его сюртучок, вот этот его котелок. И вот он встречает на балу её и вспоминает это письмо опять. Вот это письмо, но уже саму Татьяну не видно. Давайте письмо опять тёмненькое и серый листик. Он её на балу встречает и вот его такой, он не понимает, почему, что с ним происходит. Он не понимает, да? А её уже лица не видно, она уже другая стала дамочка. Да, она уже жена другого человека, но её корсетик и её платье осталось по-прежнему. И вот опять его ботиночки и, допустим, её туфелька. То есть опять что-то произошло, но это уже Татьяны уже не видно, а уже с ним что-то происходит. И последняя раскадровочка идёт это. Он ей написал письмо, а теперь она говорит ему. Пойдите вон! Да? Я уже жена другого человека. И она уходит и говорит, больше не возвращайтесь. Вот. Она уходит и вот так её рука идёт, видите, в перчаточке. Она всё равно одной рукой как бы его успокаивает, как типа, ну, теперь я страдала, теперь вы будете страдать. Её платье продолжает идти, да, вот такое вот. И вот её туфелька убегающая, потому что она в смятении. А эта туфелька идёт, да. А он, а он вот здесь сидит раздавленный. Понимаете? Полностью опять же его вот этот цилиндрик, чтобы мы, это его предмет, через который мы его узнаём. И он вот так рукой цепляется за её платье, да, допустим. А она его успокаивает этой рукой, но всё равно она говорит, я ухожу. Вот. И она уходит. Вот её платье продолжается вот так, да. Корсет. То есть мы раскадровку сделали любовного, любовных отношений через письмо. А вот здесь вот теперь она рвёт его письмо и сжигает. Вот здесь я забыла, да. Вот здесь вот ещё теперь его письмо. Однажды вас когда-то встретил, вас чувствует, заметив, я ему поверить не посмел. Вы знаете, эти письма два очень крутые. И кто бы ещё мог вот так вот про любовь рассказать. Поэтому рисуем раскадровки любимых историй, да. Хоть даже историю дюймовочки можете раскадровку нарисовать. Ну, что это? Это иллюстрация текста и отсыл к композиции. Любой из этих кусочков, квадратиков может стать вашей композицией. Любой. А может быть серия картин быть. Понимаете? Поэтому раскадровка – это очень хорошая вещь. Так, если бы мне ещё кто-то дал кофе, чашечку, а то я уже устала. Так, последнее, да. Давайте. Или предпоследнее. Да, последнее. Персона. Общий признак для серии картин. Ван Гог. Поле с воронами. Ну, давай, Вовочка. Сейчас мы вот здесь напишем только слово «раскадровка». и семнадцать. Запишите, пожалуйста. Раскадровка. Это классно будет. Пошли дальше. Последнее. Все из вас, кто у нас учится, я вам как бы заверяю, если вы будете с нами, вы обязательно дойдёте до какого-то персонального высказывания. Будь то выставка одной картины, будь то выставка с друзьями-художниками, будь то ваша персональная выставка в Париже, так, или в Нью-Йорке. И пишем слово «персона». Да, это персональная выставка. Давайте. Это уже ближе к телу, да? Вы все хотите высказаться. Восемнадцатая персона. Вы знаете, что этим словом я называю персональную выставку. Общий признак для серии картин. Пишем. Общий признак для серии. Вы поймёте, да? Для серии. Потому что персональная выставка – это серия картин. Нельзя выставить на персональной выставке, допустим, пятьдесят одну картину, и как будто бы все картины рисовал другой художник. Правильно? Поэтому, когда вы будете делать персональную выставку, да, давайте нарисуем, да, такая картина, потом к ней идёт какая-то ещё картина ваша, да, потом идут две маленьких, да, а над ней какая-то длинненькая, да, потом идёт опять квадрат, и завершается какой-то маленькой, да, вот такой вот. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь картин тоже могут быть выставкой. И вот, допустим, Вовочка, ставь нам пшеничное поле с воронами, да, это Ван Гога. Это в конце жизни он нарисовал, это его последний был пейзаж, там, где он нарисовал вот это пшеничное поле, и взлетели эти вороны, и они у него находятся в очень многих картинах. У него вечно чёрная птичка находится где-то, то ли сидит, то ли летит, то ли на виноградниках где-то, всегда у него есть эти чёрные вороны. И это, можно сказать, его штамп узнаваемости, так. Давайте, допустим, штамп узнаваемости мой, да, Елены Ильичёвой, да, вот, допустим, если вы видите, что на картине есть падающий луч, да, из беленьких клаптиков, а здесь есть красные бордовые клаптики, вылазят из натюрморта, да, там натюрморт, а там находятся вот эти вот нижние подмалёвок, да, это мой узнаваемый штамп, и этот штамп, он везде просматривается, да, допустим, даже если это портрет, да, там, да, то у неё в волосах, там, в заколке тоже есть эти клаптики, да, или в одежде, да, узнаваемый принцип, да, допустим, если это пейзаж, да, там, деревья, да, деревья, а вот здесь вот эти, как они называются, поле, это и есть эти клаптики тоже, понимаете, а солнечный луч может идти в другую сторону тоже. Вы понимаете, что мы можем рисовать любые мысли, но почерк у нас всегда зацепится за что-то, что нам, ну, интересно рассказать человеку, да, ну, как бы, чтобы не перепутали нас с другим человеком, понимаете. И вот давайте посмотрим ещё в других видах искусства, допустим, Эльдар Рязанов, да, наш любимый режиссёр, всегда во все фильмы свои очень часто брал к себе Лию Ахиджакову. Это был его как символ, там, где маленькая женщина могла делать большие дела. Да, в любых фильмах, в которых снималась Лия, она, как бы, была таким незыблемым штампом этого режиссёра. Ещё у него была привычка брать иностранных актрис, потому что они могли очень хорошо любовь играть, не могли так сыграть расслабленную любовь, как Барбара Брыльская, там, другие актрисы, там, итальянских он брал. Это тоже его почерк был, понимаете. Поэтому я не сомневаюсь, что в ваших картинах вы тоже найдёте какой-то общий признак, который будет свидетельствовать о том, что эту картину написали именно вы. На сегодня мы закончили. Спасибо за внимание. Пока Паша подключится, можешь это ещё рассказать? Что рассказать? Ну, рассказываю, что не надо останавливаться. Даже если у вас нет вдохновения сильного, знаете, каждый день будем рисовать картины большие. А сегодня не хочется. А сегодня не хочется рисовать. Значит, вы себя спросите, что в этот день я могу сделать для того, чтобы состоялась моя персональная выставка в Париже. Вы себя это спросили, и вам утро отвечает. За чашечкой кофе вам утро отвечает. Сегодня вы должны пойти и потанцевать восточные танцы. Где-то. В каком-нибудь злачном месте потанцевать, переодевшись в какую-то одежду интересную. С подругами, с друзьями потанцевать. Для чего? Вам нужен информационный повод для ваших будущих картин. Вы идите куда-то, куда вас зовут. Вас, допустим, зовут на какой-то танцпол с какими-то распитием пунша какого-то. Вы идите туда. Вы, может быть, и не будете там рисовать. Но вы всеми своими чувствами эмоционально, интеллектуально отпечатаете в себе для будущего. Вот это событие. И потом, возможно, вы нарисуете какой-то момент этого события, который другие не заметили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова